Итак, я вам рассказал, что самое главное, что я сейчас считаю, нам нужно для самоорганизации – это знание самих себя. Это не какое-то экзенциальное знание, что вот там про какие-то свои потребности, желания, интересы и так далее. Это знание очень прагматичное, очень рациональное, очень здравое. Понимаете, когда вы делаете, приготовите блюдо, у вас должно быть здравое знание про кипящую воду, про что такое сваренное, что такое зажаренное, как резать, понимаете, чем резать. Вилкой не разрежете, но только мозги можно вилкой, они накрашутся, этот кисель этот, можно так поделать. А так-то морковку надо… Это очень прагматическое знание, которое необходимо иметь каждому. И второе, что я вам хотел в этой связи рассказать, это про то, как вы на самом деле растрачиваете свою психическую энергию, которая нуждается в конденсации. Значит, ну, вот, понимаете, для того, чтобы накопить деньги на отпуск, для этого надо как-то соорганизоваться, правильно ли? Потому что если вы будете все растрачивать первый день, то вероятность того, что отпуск у вас будет веселым, ковид, конечно, вносит свои коррективы, но пример в этом смысле не самый удачный. Но в любом случае вы должны к этому подходить к вопросу накопления ресурса. То, что касается вашей психики, оно точно так же нуждается в накоплении ресурса. Вообще мы работаем с вами, и мозг так… Ну, мы… Это мозг есть, он больше кроме него ничего не работает. Он работает по такой циклической природе своей. У него все в циклах. Например, сон-бодрствование. Это цикл, который предполагает, что есть активный период сознательный, когда вы напрямую коммуницируете с реальностью и получаете от нее информацию. Сон – это период, когда вы перерабатываете эту информацию и интегрируете ее в те кристаллические знания, которые у вас к этому моменту накоплены. Это я рассказываю с точки зрения информации. Ну, например, есть еще и биохимическая составляющая. Потому что, когда вы бодрствуете, ваши клетки нервные тратят энергию, они расщепляют АТФ, происходит куча продуктов распада тех питательных веществ, которыми клетки пользуются. Но там нету венозной системы, которая бы позволила забрать эти продукты жизнедеятельности. Наш мозг охраняется таким образом, чтобы прямой связи с основной кровяной системой не происходило. Там есть так называемый гематоэнцефалический барьер. И поэтому в вашем мозге в течение дня накапливается большое количество отходов жизнедеятельности нервных клеток. И когда вы засыпаете, и вам не нужно потреблять информацию извне, ваш мозг переходит в другой режим. У него открываются клетки глии, которые служат кожухами для аксонов и дендритов, в которые они уложены. Они ужимаются, и возникают своеобразные полости. Ваш мозг становится внутри чуть-чуть иссушенным. И по возникшим полостям начинают оттекать продукты жизнедеятельности. Поэтому если вы не будете спать несколько суток подряд, то у вас начнется глициноз, ваш мозг начнется из ума, потому что он не отлил свои продукты жизнедеятельности. Вы начинаете отравляться своими продуктами жизнедеятельности вашего мозга. А если вы не будете спать, например, 12 и более дней, то вы просто умрете. Потому что вы будете отравлены продуктами жизнедеятельности вашего мозга. Есть циклы, которые с точки зрения информации, например, с точки зрения биологического обмена и так далее. Мы всегда работаем циклами. Любое влечение – это всегда цикл. Голод. Сильный голод. Очень сильный голод. А без татаро-монгольской иголы холодильник. И снова хорошо, 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 хорошо. И в принципе голод. Голод, голод. Да, половое влечение точно так же, понимаете. Когда голод, то как-то все сразу в красках. А как голод, так сказать, краски такие, думаешь, что тут делают. Правильно? Все всегда действует. И точно так же происходит с психической энергией. Наша психическая энергия должна накапливаться для действий. Если этого не происходит, то мы, конечно, не сможем сконцентрировать усилия. И, ну, как бы, да, есть резервы и так далее. Понятно, что если что-то начнет происходить, то там у нас выделится дополнительно. Там включатся дополнительные гормональные факторы. Они включат резервы и так далее. Но в целом в жизни мы нуждаемся в том, чтобы у нас происходило период спора энергии и трат. И поэтому я, как вы знаете, по образованию психиатр, врач. И, значит, феномены утомления, переутомления – это то, чем я занимался. У меня есть книжка отдельная, которая как раз посвящена борьбе с усталостью. Это связано с перегрузками, которые перетерпевает наш мозг, которые могут превратить вас, человека, в неврастеника. Потому что неврастения – это один из таких патологических выходов нашей психики в состояние усталости, которая на самом деле не является уже усталостью, а является уже болезнью. И человек может страдать от лени, от отсутствия как бы вот этого внутреннего ресурса, просто потому что он не научился вовремя предупреждать те внутренние факторы, которые служили главным растратчиком той психической энергии, которую ваш мозг вырабатывал. И вот в таких болезненных ситуациях это связано с тем, что, как правило, мы переживаем несколько подряд стрессов, и наш мозг переживает из-за расставания, из-за переезда на новую квартиру, из-за изменения работы, из-за, я не знаю, гибели кого-нибудь из близких, там еще каких-то там и так далее. Это набор факторов, которые могут, так называемых, больных пунктов, как их называл Иван Петрович Павлов, которые приводят к истощению вот того энергетического ресурса, который есть в мозге. И это превращается в неврастению, которая, по сути дела, является просто диагнозом. Это психическое расстройство пограничного уровня. Это не шизофрения, не меняя крайне депрессивный психоз, то есть это не тяжелое психическое расстройство, не генетически обусловленное, а обусловленное реактивными, внешними факторами, являющиеся реакцией на внешние факторы. Но это так. Но у нас сейчас у всех неврастения нового типа. Неврастения цифрового потребления. Дело в том, что потребление контента, особенно если это потребление контента неосмысленное, в котором нету цели, которое является зависимым потреблением, когда вы просто берете телефон не потому, что вы что-то хотите узнать, решить какой-то вопрос, а потому что вы просто привыкли, и у вас возникла только первая пауза, и вы просыпаетесь, попадаете в телефон, идете в туалет, берете телефон, ложитесь спать, берете телефон, не расстаетесь с телефоном. Это зависимость, которая постоянно потребляет вашу энергию. Потому что трата на распознавание образов, а это, по сути дела, просто задача, которую мозг решает, распознавая эти образы, они как тонкой струйкой. Понимаете, если трубу пробило, это как приливание средневростыни, пробило трубу, все залило кругом, все заметили, по крайней мере, побежали, давай трубу латать. А теперь представьте, что у вас много кранов, и все каплют. Оставьте кран покапать. И потом посмотрите, что у вас случится с квартирой. Ну, понимаете, ничего не взрывалось. Просто подтекло, что называется. Но время потребления приводит к тому, что это превращается в реальное наводнение. И мы с вами все истощенные. И мы вот проводили исследования на представителях разных поколений. И особенностью поколения Z, то есть это относительно молодых людей, ну, прямо скажем, молодых, которым в районе 20, и там 5 лет сюда, 5 лет сюда, вот это десятилетие, это классические так называемые изумеры, одно из главных их отличий состоит в том, что они чувствуют постоянную нехватку сил. У них как будто бы нет энергии. Но где они проводят все свое время? Они все свое время проводят как раз в телефоне. Более 70% молодых людей практически постоянно находятся онлайн. И откуда, где им взять энергию? Их энергия постоянно растрачивается вовне. Но как справиться с цифровой зависимостью, если вы не знаете, как работает мозг? Боюсь, что это не самая удачная перспектива. Вы вряд ли справитесь. Вы должны очень хорошо понимать его механизмы. Потому что зависимость любая, неважно, наркотическая, игровая. Сейчас многие все с этими 1xbet, это я вообще в ужасе. Какая игромания началась. И телефоны. Айфоны, интернет, социальные сети, гаджеты. Справиться с любой зависимостью, если вы не понимаете, как механизмы, которые ее образуют, вы не можете. Зависимость всегда сильнее вас в вашем мозге. Потому что вы в вашем мозге – это такая фитюлька, понимаете? А зависимость – это огромное количество динамических стереотипов, огромное количество дофаминовых подкреплений. И это память, которая есть организация нервных клеток один с другом. Их разжать – это целый процесс. И всем этим можно и нужно заниматься. Поэтому, если вы хотите силы, и вы относитесь к числу молодых людей, которым этой силы не хватает, я в 10 раз скажу. Изучайте мозг и изучайте его с практической точки зрения. Не просто как абстрактную, интересную лекцию, в которой вам рассказывают вот это. А там, где есть упражнения, там, где есть практика, там, где есть обратная связь, там, где есть дополнительные консультации и так далее. И всего этого можно получить именно на нашем онлайн-курсе КТОнлайн, где мы занимаемся каждым, где есть менторы, которые, кураторы мы их называем, которые поддерживают каждого из участников, которые проходят этот курс, помогают в выполнении домашних заданий, мотивируют и так далее. Уровень доходимости на онлайн-курсе КТОнлайн такой, которого нет ни на каких других курсах. Я могу это говорить с полной уверенностью. Почему это происходит так? Потому что мы действительно занимаемся конкретным обучением в жизни человека, и вы будете чувствовать результат прямо во время занятий и выполняя домашние задания, общаясь в группах и так далее.